И облажившись в сердце, мы сладим Господи! Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? «Разве только вы не то, чем должны быть?» «Разве только вы не то, чем должны быть?» Слова апостола Павла из 2-го послания к Коринфянам. Апостол призывает своих учеников к постоянному анализу своей веры, самих себя. Вот об этом, братья и сестры, мы сегодня с вами и поговорим. Здравствуйте! Один мудрый немец как-то заметил, что человек есть только тогда, когда он мыслит. И мыслит не просто растекаясь мыслью по древу, а себя самого и свое существование осмысляет как проблему, как некоторый вопрос, вопрошение бытия по отношению к нам. Древние христиане, которые были очень внимательны к достижениям философской мысли древности и современности, они восприняли как свое духовное упражнение, присущее всем, всей античной философии, традиция которого сходит, как всем хорошо известно, к Сократу. «Гнофисия автон» – «познай самого себя». Вот в этом состоянии самопознания христианин должен находиться постоянно. И именно об этом пишет апостол Павел, когда говорит, что нам следует испытывать самих себя. Верили мы. Не просто, заметьте, испытывать, как я живу, чего я достиг, как, например, сейчас в нашей цивилизации успеха, креативности, об этом часто говорится, а именно в этой сфере, в сфере веры, своего внутреннего очищения, своего дерзновенного пристояния перед Богом. Я говорю дерзновенного, потому что христианству свойственно вот это особое, интимное, внутреннее отношение к Богу. Во время литургии священник, делая возглас, то есть подавая знак к пению молитвы «Отче наш», которая всем хорошо известна, «Отче наш», он говорит, «Исподоби нас, владыка, с одерзновением, неосужденно сметь и призывати тебе, небесного Бога Отца, и глаголати», «Отче наш», «Ижеиси на небесех», «с одерзновением неосужденно сметь и призывати». Христианин, он христианин тогда, когда он дерзновенно устремляет лицо свое и себя самого к Богу, вступает с ним в диалог, вопрошает Бога и отвечает ему на его вопрошение. Это ситуация, которая описана в книге Иова, в последних главах этой книги, когда Господь говорит Иову, который слишком много задавал вопросов, и Господь не бронит его за это, наоборот, хвалит, что он не удовлетворялся фальшью, иллюзией, иллюзией истины, какими-то очень стройными системами, которыми его друзья кормили. Он задавал вопросы дерзновенно, спрашивал Бога как отца, как своего творца, родителя, создателя. И вот Господь ему говорит, «Встань, припаяшься, как муж, и слушай. Я буду вопрошать, а ты будешь отвечать». И далее идет серия вопросов. Вот в таком вот дерзновенном предстоянии находится каждый христианин. Апостол Павел говорит, «Испытывайте самих себя». Вот в этом предстоянии я нахожусь или же только делаю вид, что я христианин. Испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте. Я говорю, что я христианин, а православный верующий посещаю храм, читаю Писание, но часто это бывает очень формально. Разве не так? Часто мы врем себе, людям, и находимся в ситуации конфликта между быть и казаться. Я кажусь христианином, или я действительно есть тот самый человек, который дерзновенно пристает перед Богом, который всю жизнь свою превратил в пламенеющий огонь, свидетельство об истине, свидетельство о любви, небезразличие сердца своего, сердца милующего, сердца чувствующего скорбь и радость своего ближнего. И вот апостол Павел говорит, что мы должны задавать себе вопрос, не знаете ли вы самих себя? Он говорит, что Иисус Христос вас, вот это христианин обнаруживает, когда исследует самого себя. «Я живу Христом, я живу Его любовью. Разве только вы не то, чем должны быть?» Замечает апостол Павел. Я замечу, это первые христиане. Самое первое поколение, когда люди чудеса совершали, воскрешали умерших, больных. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Вот такое дерзновение было у апостола Павла, что он говорил, я действительно есть то, что я есть. «Живу Христом», говорит апостол Павел. «Желание имею разлучиться и быть со Христом». И он действительно был человеком, который имел полное право, так сказать. «Да, я живу Христом». «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Посмотрите, как современно звучат эти слова. Апостол Павел говорит коринфянам, что я собираюсь прийти, посетить вашу общину, навестить вас, но не надо делать вид, что вы в моем присутствии такие праведные, такие дружные, единодушные, что вы любите друг друга, не ссоритесь, не проклинаете, не подозреваете друг друга, не портите друг другу жизнь, не осуждаете. Не надо казаться, будьте тем, кто вы есть. Но тем, кто вы есть, это быть христианином. И посмотрите, как тонко апостол подмечает ту ситуацию, которая и сейчас у нас в церкви, внутри нашей общины обыгрывается. Чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Некоторые христиане говорят, ну, чего это я буду вести себя святее Папы Римского? Посмотрите на наших попов. Они толстые, они ездят на дорогих машинах, наверное, не постятся, скорее всего, и не молятся. Вот они должны быть святыми примерами, но если они пример не показываются, ну, чего я буду уже... Вот апостол Павел говорит, хотя мы и кажемся, что мы не христиане, вы все равно делаете добро, потому что мы все чадо Божие. А те люди, которые говорят, что вот священники толстые, ну, дорогие мои, разве сейчас принято, разве вообще это вежливо спрашивать человека, почему ты толстый? Нет такого вопроса и нет такой проблемы. Если вы спросите любого светского человека, почему ты такой толстый? Он сочтет это оскорблением. Также и священникам не нужно задавать этот вопрос, это глупо. В обществе считается невежливым спрашивать, сколько ты получаешь. Ну, и священнику не надо задавать такого вопроса. Это, конечно, отдельная тема для разговора, но апостол Павел говорит, что и тогда, во времена первых христиан, самим апостолом, святым людям, безусловно, святым, ведь Новый Завет, особенно книга «Деяния апостольских». Эта книга очень осторожно написанная, которая не гонялась за сенсацией. Это совершенно не нужно было им тогда, первым христианам, но свидетельствовала очень четко и ясно, предельно ясно, говоря о том, что первые христиане действительно были людьми бескорыстными, чистыми, апостолы были теми людьми, которые творили добро, творили чудеса, исцеляли больных, воскрешали мертвых, и тем не менее, даже к этим людям были такие претензии. Но вопрос о том, что мы находимся в этом состоянии конфликта между быть и казаться, все еще остается для каждого из нас, и каждый из нас должен, по слову апостола Павла, подвергать себя этому испытанию, испытывать самого себя, вере ли я, самого себя исследовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok